На севастопольских виноградниках Александр трудится уже два месяца. Собирать урожай студент из Кемерово приезжает пятый год подряд. Уверен, и в будущей профессии пригодится. Учится он на технологопищевых производств. Да и приятно совмещать работу с отдыхом у Черного моря. Есть у молодого человека и любимый сорт винограда – мускат. Не столько за вкус, сколько за физические характеристики. Собирать его удобней и приятней. Если это мускат, то около 600 килограммов на человека. В день? В день. А если не мускат? Если не мускат, вот рислинг, например, то килограммов 400, 300-400. Мускат, он больше, он больше. И ведро наполняется гораздо быстрее. С августа на предприятии в совхозе Полина Осипенко собрали более полутора тысяч тонн винограда. В планах еще около 500 тонн. Сельхозугодия предприятия раскинулись на площади в 600 гектаров. 400 из них занимают плодоносящие или эксплуатационные виноградники. В этом году заложили еще 60 новых. Высаживать будут лозу из сербских питомников, купленную на средства региональных субсидий, предусмотренных для сельхозпроизводителей. Под субсидий попадают практически все и материалы, и услуги по посадке. То есть это и саженцы, это и работы по посадке, это и предстоящие материалы по шпалере винограда. Это нам дает новый шаг для дальнейшей работы на этих виноградниках. То есть какая-то компенсация пришла, мы на эти деньги продвигаемся дальше и дальше. К началу октября севастопольские аграрии уже собрали больше 14 тысяч тонн винограда. Планировали, что урожай, как в прошлом году, будет порядка 18 тысяч тонн. Но уже понятно, цифра эта значительно превысит прогнозы. Постепенно урожай дают виноградники, заложенные в 2015 и 2016 годах. На этот год планы рекордные. Высадить новую лозу на площади в 510 гектаров. Постепенно возвращают в сельхозоборот и земли, которые долгие годы простаивали заброшенными. Ряд у нас колхозов были распоеваны еще в предыдущие годы. Еще при Украине в 2000-е, во второй половине 2000-х годов. И сегодня собственниками данных земель являются граждане физические лица. Наша задача побудить их ввести в оборот. Чтобы земли относились не так, как, знаете, что можно перевести в другую категорию, построить ежайз, гостиницу или еще что-то. А для того, чтобы это все-таки использовалось в производстве, в сельском хозяйстве. К 2030 году площадь виноградников в городе должна вырасти до 10 тысяч гектаров. Все это с помощью субсидий и господдержки, которую сейчас оказывают и предприятиям, и небольшим фермерским хозяйствам. Новая госсубсидия появится и с января 2020. 1 октября президент Владимир Путин подписал указ о бюджетной поддержке на возмещение недополученных доходов и затрат российским виноградарям и виноделам. Марина Кравцова, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение.